25 апреля в Венеции поднимают флаги, звонят в колокола, а на улицах полно мужчин с длинными красными розами. Причем флаги по одному поводу, колокола по другому, розы по третьему, четвертому, а иногда и пятому. И даже посмотрев это видео, вы вряд ли уловите связь между ними. Зато сможете выбрать, что же отпраздновать вам. Итак, 25 апреля центральные новостные каналы рассказывают, что вся Италия празднует День освобождения. В этот день, в 1945 году, было объявлено всеобщее восстание на территориях оккупированных фашистами. И хотя Венецию освободили 28 апреля, а всю Италию только 3 мая, именно 25 апреля объявлено национальным праздником. С тех пор в этот день по всей стране возлагают лавровые венки к памятникам павшим в венах. В Венеции – это партизаны, участники сопротивления, погибшие солдаты, ну и другие уважаемые люди, как, например, Гарибальди или первый и последний президент Венеции Даниэль Магин. Пусть они и умерли от естественных причин, но отношения к свободе, безусловно, не имели. Еще 25 апреля – отдельный праздник для региона Венето, День святого покровителя апостола Санмарка Евангелиста. Это его имя носит главная площадь Венеции, ее кафедральный собор, центральный квартал, самая высокая колокольня, главная библиотека, военные части и корабли – то, чем можно гордиться. Крылатый лес с книгой – символический образ святого. Взирает на своих подопечных с колонн у дворца Дожили. Знамена с его изображением развиваются на парадных лакштопах у дворцов и на белевых веревках у двора. Здесь искренне чтят своего покровителя. И все же большинство венецианцев 25 апреля приносят клятву верности не святому, а своим дружайшим половинам. Каким-то непостижимым образом праздник Санмарка превращается здесь в праздник Бутона. И связан он не столько с религией и цветами, сколько с любовью. Легенд для такого случая существует целых две. Героиня первой – девушка Макрея по прозвищу Вулкана. Одни говорят за горящие глаза, другие – за грибы огненных волос, третий – что за бурный темперамент. Но даже если так, проблема случилась не из-за прозвища, а из-за фамилии. Синьерина доводилась дочкой, аж самому должен, аж сопротивляться от своего первого. И любовь к юноше скромного происхождения по имени Танкреди, хоть и была взаимной, понимание у Папы почему-то не нашла. Но наша красавица оказалась еще и умницей, и в целях завоевания и уважения потенциального тестя отправила Рубину на войну. По легенде, подзнамена Карлова Великого в Испании. Закроем глаза на то, что Орса Партичипацию стал дожим лишь через полсотни лет после смерти Карла. Тем более, что некоторые считают, что отцом Вулкана был не Орса, а Анжела Партичипацию. А он находился в должности дожи с 810 по 811 год. Вот его потенциально взять натуально успеть мог, хоть и сильно поторопившись. Короче, слава героя жених таки снискал. Вы, а смертно? Правда, здесь в истории начинаются натяжки посерьезнее. Согласно преданию, рыцарь погиб в битве при Рансевале, а это 778 год. Но да мало ли Карл Велики вел в битв, возможно, это была какая-то другая. Да и мало ли в Венеции Тезов, что между сражениями Танкреди без памяти влюбился в Калоринду, женщину-воина, рассказывают явно про другого. Она ж был верной. Собственно, символом верной любви он и стал. Даже умирая от ран, он не забыл Вулкан. Окропив своей кровью белую розу, он попросил друга отвезти цветок истанившийся возлюбленной. Кстати, хотя по правде сказать совсем не кстати, друга звали Орланды. А это уже персонаж не легенда о реальной истории, с конкретными датами рождения и смерти. Палка положена герою в бою. Все при том же расселали. То есть, либо вместе с Танкреди, либо много раньше него. Но цветок каким-то образом отвез. Так что неудивительно, что девушка, получив такой подарочек, умерла от горя. И якобы именно 25 апреля, в праздник Сан-Марк. Правда, отмечать этот день в городе стали только в 828 году. Короче, вы уже поняли, хронология в легендах не главная. А главное, что 25 апреля в Венеции великолепно продаются красные розы. Каждую уважающую себя даму требует от кавалера поплясться в любви к родину. Пусть и символической. Каждый кавалер спешит принести эту клятву в виде алла нераскрывшегося цветка. На венецианском диалекте бутон называется бокало. И праздник называют бокало-ди-сан-Марк. Хотя связывает историю розы с именем святого разве что дата. Откуда взялось поверье, что чем длиннее будет стебель, тем лучше, и вовсе неизвестно. Похоже, это вопрос к Фрейду. Ну да и в лишнем поводе подарить любимой розу ничего плохого нет. Правда, версия, в которой все умерли, некоторых не устраивает. Поэтому есть альтернативный вариант. Дескать, роза расстрела на кусте, который у нас в садике, который был разбит перед домом, который построил... Нет, не Джека, а моряк Базилиус Джудеки. А он якобы получил черенок в награду за участие в экспедиции по тайному перемещению морщей святого Марка из Александрии в Венецию. И черенок этот якобы был взят прямо на могиле святого и зацвел куст впервые за много лет именно 25 апреля. В общем, опять все сходится и с любовью тоже. Выросшие из того отростка пышные растения разделяло сад на две половины. Эти половины принадлежали перессорившимся ветвям некогда единого семейства, из-за вражды которых куст перестал свистеть. И вот однажды юный отпуск одного клана разглядел через колючки столь же юную девушку с другой половиной. Ну да, родственницу, но уже достаточно дальнюю, влюбляться можно. Заканчивается все хорошо. Любовь побеждает вражду, куст зацветает, цветок вручается в открытую, как вручается и панель. И хотя в этом варианте обошлось без крови, розу дарить все равно нужно красную, длинную и нераскрывшуюся. Зато они дольше стоят. И все же венецианцы не были бы венецианцами, если бы не нашли во всей этой истории повод объясниться в любви еще и своего города. 25 апреля 2014 года на площади Сан-Марко несколько сотен горожан сформировали огромный рисунок потона красной розы. Автор проекта, художница Елена Тарья-Петра, назвала его «Роза для Венеции». Это был очень большой, красивый и искренний знакомый венецианцев к своему потрясающему городу. Редактор субтитров А.Семкин